Добрый вечер! Тахлилнама рада приветствовать вас в очередном весеннем эфире. Дело близится к лету, температурные плюсы движутся вверх. По той же траектории стараемся направить все стороны жизни, решая проблемы, укрепляя связи с ближними и дальними соседями. Не забывая о простых человеческих ценностях. Доброти, милосердия, внимания. Уходящая неделя в объективе нашей программы. 10 мая президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзаюев ознакомился с презентацией о результативности реформ в сфере оказания государственных услуг. 11 мая глава государства подписал указ о мерах по дальнейшему усилению материального обеспечения участников Второй мировой войны. 11 мая руководитель страны подписал постановление о мерах по ускоренному развитию сферы услуг. 12 мая президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзаюев провел телефонный разговор с премьером-министром Японии Йосиф Едесугой, а также с президентом Турецкой Республики Реджепом Таипом Эрдоганом. 12 мая под председательством президента Республики Узбекистан Шавката Мирзаюева состоялось видеоселекторное совещание, посвященное анализу показателей экономического роста в регионах и отраслях за первый квартал и приоритетным задачам на текущий год. 12 мая за подписью главы государства вышел указ о помиловании группы лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, чистосердечно раскаившихся в садзейном и твердо вставших на путь исправления. 12 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзаюев направил поздравления народу Узбекистана в связи с праздником Рамазан-Хаид. 13 мая президент Узбекистана провел телефонные разговоры с президентом Республики Таджикистан Эммом Алирахмоном, президентом Крыгойской Республики Садыром Жапаровым, а также с президентом Республики Казахстан Касым Жамартом Такаевым. 14 мая президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзаюев принял премьера министра Республики Таджикистан Кохира Расулзода, находившегося в нашей стране с рабочим визитом для участия в очередном заседании совместной межправительственной комиссии. В дни празднования Рамазан-Хаид 14 мая глава нашего государства посетил Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр гематологии, побеседовал с лечащимися в центре детьми и их матерями. Также президент посетил Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр онкологии и радиологии, пожелал лечащимся в центре детям скорейшего выздоровления, выразил слова поддержки их родителям. В этот же день Шавкат Мерзиёев ознакомился с благоустроительной работой в Махале ТП Кургон у Чтепинского района Ташкента. И добрые традиции Рамазан Хаита и актуальные задачи медицины включил в себя один из рабочих выездов президента Шавката Мерзиёева. В планах кардинально преобразовать систему лечения онкологических и гематологических заболеваний. В ходе посещения специализированных учреждений в столице, где главной аудиторией стали юные пациенты, глава государства дал поручение построить новые здания, корпусы, создать больше условий с внедрением самых передовых методов лечения. Одной из важных новаций станет доставка в регионы необходимого современного оборудования, создание лаборатории для раннего выявления онкологии. А главной терапией в тот день стал разговор по душам. Исполнены мечты и трогательные слова. Вы все для меня родные, обратился президент к юным пациентам. Верьте, что обязательно поправитесь. Для этого мы сделаем всё, что нужно. Политика социальных инициатив. Примета нашего времени. Это список программ и проектов, на которые государство мобилизует все ресурсы и возможности. Ведь что может быть дороже, чем человеческое измерение? Люди. Это их благополучная жизнь, достаток, здоровье, главные ценности. И так важно, уверен президент, руководствоваться не декларативными лозунгами, а реальными практическими делами. То, как ни государство, к примеру, придёт на помощь семьям, что столкнулись со страшным недугом – онкологией. Сфера долгие годы призебала в проблемах финансово-материально-технического организационного характера. И только волевое решение позволило переломить ситуацию. Но об этом позже, на конкретных примерах и инициативах. А пока о светлых благородных устремлениях в дни священного Рамазанхаита. О празднике, в которой ярко проявились присущие нашему народу доброта и душевная щедрость. Стремление помочь нуждающимся семьям навестить и поддержать больных. Так и сделал президент. Он лично приехал к людям, что каждый час, каждую минуту борется с болезнью. Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр гематологии. Именно этот адрес стал первым на маршруте президента. Он занимается оказанием гематологической и трансфузиологической помощи, профилактикой и лечением онкогематологических заболеваний, проведением исследований в этой области. Прибыв сюда, как говорится, с колес, президент озвучивает мысль о том, как должна строиться работа. Звучит. Важно, чтобы общество консолидировало силы и поддержало каждого морально. Каково настроение детей и родителей, столкнувшихся с этим недугом? Нужно знать, что это заболевание может быть выявлено не у одного, а, к примеру, у пяти ближайших родственников. Важно для этих специалистов научно-практических центров онкологии и радиологии, гематологии создать специальные фонды. Предприниматели, кластеры в дни священного Рамадана должны оказывать посильную помощь. Это тоже будет проявлением великодушия нашего народа, станет поддержкой людям. И уже завидев издалека такого гостя, в такой светлый день звучали искренние слова приветствия и благодарности за внимание и заботу. Субтитры делал DimaTorzok Символичные моменты. С самых первых минут уже в центре главу государства искренне встречали маленькие пациенты и их мамы, которым в этот день были вручены и подарки от самого президента. Ведь даже одна улыбка, миг радости стоит, знает Шавкат Мерзиёев, неизмеримо много. В практику центра, как итог комплексного реформирования сферы, внедрены методы высокодозной и интенсивной полихимиотерапии. Так, в результате применения новых разработок в лечении острого лимфобластного лейкоза, ремиссии, полное выздоровление пациентов достигают 70-85%. Вы врач, начавший работу с самого низового звена. Как думаете, если будут изменения, будет построено новое здание, приобретено современнейшее оборудование, мы сможем изменить показатели сферы? Да, если детей с гематологическими и онкологическими заболеваниями перевести в отдельный блок, развитие будет. Взрослые отдельно, дети отдельно, так? Да. Внимание к детям усилилось, увеличиваются и объемы выделяемых лекарств. Раньше такого не было? Сейчас появились новые препараты, поставлены расходные материалы. Раньше мы об этом только мечтали. Спасибо вам. А теперь дело за сопроводительной терапией. Чтобы снизить негативное воздействие лекарств, если вы и в этом поможете, будет прекрасно. А в основе полного переформатирования работы постановление президента, нацеленное на развитие гематологической и трансфузиологической службы. Поддержку людей с онкогематологическими и трудно поддающимися лечению заболеваниями. Согласно документу, напомним, в 2020-2024 годах на развитие гематологии намечено направить более 546 миллиардов сумм и почти 71 миллион долларов. Только в нынешнем году было выделено более 91 миллиарда сумм. За счет этих средств больницы обеспечиваются медицинскими препаратами и изделиями, реактивами и реагентами. Проводится работа по укреплению материально-технической базы гематологической службы, совершенствованию системы раннего выявления и лечения заболеваний. Президент в этот день детально ознакомился с условиями Центра, посещал одну за другой палаты, дарил позитив детям и родителям и уверенность в том, что недуг будет побежден. Здравствуйте. Как дела? Хорошо. Как самочувствие? Я что-то здравствуйте. Я, Аксаны Нишановы, Мистер Ганей. Да. Сорок Азиму Горк, Майрдуш, Нишановы, Алиан. Как Алианчик Нишановы? Я, Майрдуш. Хорошо, да? Сыздые ол, чангизалты? Бутейли, канды. Ол, чангизалты. Мурад бейгер? Сахандалы, кызырк туманны. Кандай, Мурад бейгер, кайфетляр. Как же? Саду, узгарыш, бау? Ну, как у тебя состояние? Хорошо, мы неделю. Неделю? Прибыли, да. Сначала у нас мы были в острове Кемей, теперь ОПЛ. Теперь вот все, третий день хищу. Будет хорошо, будет хорошо. Вы надеете должны, потому что я случайно разговариваю. Есть надежда. Я приехал, чтобы, во-первых, узнать состояние, поздравить вас с праздником. И самое главное, что сделать, чтобы улучшить условия, диагноз, чтобы правильно было врачей поблагодарить, чтобы они хорошо за вами смотрели. Я думаю, что после сегодняшнего моего знакомства мы новый корпус перейдем со всеми условиями. Условия для родителей, школу мы будем там, где уступили, учились. В онлайн-режиме будем со школы, в Хергане будем учиться и все. Это все сейчас возможно. Правильно? Да, конечно. И необходимые все лекарства тоже будем приобретать для скорейшего выздоровления. Да, спасибо. Так что вы не одна, мы с вами вместе. Спасибо, спасибо большое. Дома всем привет. Не переживай, все будет нормально. Договорились? Мы с тобой будем переписываться. Я оставлю свой адрес. Когда ты выздоровеешь, мне письмо напишешь. Обещаешь? Да. Здравствуйте. Продолжение следует... 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 Еще один адрес, где каждый день – это борьба. Борьба с недугом. Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр онкологии и радиологии. Он располагает 10 лечебными корпусами на 370 коек. За год здесь оказывают стационарную помощь более чем 9 тысячам больных. Амбулаторную – 43 тысячам пациентов. Его также посетил президент. Но в большей части не для инспекции, проделанной работой для того, чтобы встретиться с простыми людьми – юными пациентами, их мамами и папами, которые никогда не потеряют надежду. Тем более, когда с ними лично встретился президент. Важно отметить, что филиалы центра действуют в Ташкенте и Коканди, в Кыргалпакстане и областях. В каждом отныне открыто отделение палеотивной помощи. Итог реформирования данной сферы – и то, что впервые все 22 онкологических учреждения на местах были оснащены современными аппаратами лучевой терапии. Между центром и филиалами налажена телемедицина. За последние три года 150 специалистов сферы прошли обучение за счет государства в престижных зарубежных клиниках. Чаще всего пациенты сталкиваются с проблемой поиска и приобретения лекарств. Поэтому государство расширяет помощь и в этом вопросе. И если в 2016 году на приобретение лекарств и оборудования онкологического направления было выделено 8 миллиардов сумм, то в 2021 году эта цифра достигла почти 62 миллиарда сумм. И здесь глава государства искренне от всего сердца желал лечащимся в центре детям скорейшего выздоровления. Звучали слова поддержки их родителям. Я своими глазами хотел увидеть вас и поздравить с праздником, подчеркнул глава государства. Все будет сделано для вас, приобретены самые современные лекарства. Чем быстрее мы создадим условия, тем быстрее вы вернетесь домой. Это самая заветная наша цель. Главврач рассказал мне, подчеркнул президент, «У вас отмечаются изменения к лучшему». Побеседовал глава государства с маленьким Буньотбеком. Поинтересовался его настроением. Мама рассказала, что приехали они из Хаджилийского района. Лечение на месте не дало результатов. Опухоль после травмы появилась в ноге. Сюда приехали по ордеру. Врачи хорошо встретились, сделали биопсию и сказали, что новообразование не злокачественное. В понедельник будет проведена операция. Самое главное, сказал президент, не терять надежды. И тогда все будет хорошо. Пообщался глава государства и с юной Разиёй, приехавшей с мамой на лечение из Исакинского района Андижанской области. В Ташкенте за это время провели и химиотерапию, и медицинское вмешательство. Состояние намного улучшилось, рассказала мама. Звучали слова благодарности за создаваемые условия. И что приезд к главы государства вселил уверенность. Президент попросил Разиёй обязательно написать письмо, как вернётся домой. Поделилась семья тем, что мечта девочки – стать врачом. Поступить в медицинский вуз в Андижане. И в этот же момент глава государства говорит, что девушка уже поступила в институт. Эмоции в этот момент зашкаливали. Ещё одна девочка – Сабина Инсофалиева, приехала из Намангана. Рассказала мама, что операцию делали два раза, но, к сожалению, конечность сохранить не удалось. Глава государства подчеркнул, что по его поручению приобретут самый лучший протез. Нужность Германии или США – это я возьму под свой личный контроль, подчеркнул президент. Девочка призналась, что мечтает стать сотрудницей инспекции по безопасности дорожного движения. «Конечно же, станешь», – звучал в ответ. «Для этого мы создадим все условия», – подчеркнул Шавкат Мерзиёй. Выководитель страны ещё раз поздравил всех со светлым праздником. Попросил не думать о плохом, ведь цель нынешнего приезда – нести добро. Увидеть собственными глазами, какие есть ещё возможности. И мы сделаем всё, чтобы задействовать весь потенциал. Врачи пересмотрят свои дорожные карты, методики. Всё, прозвучало, будет находиться под личным контролем президента. Это испытание мы стойко преодолеем», – сказал глава государства. И вот, как говорится, мечты сбываются. Причём не как в сказках, а наяву. К примеру, Сабине Инсофалиевой уже днём позже вручили удостоверение сотрудника ГАИ. Радости не было предела. Нынешний визит нашего главы государства дал огромный толчок онкологической службе, в том числе детской онкологии. В последние годы поэтапно внедряем высокотехнологичные оперативные вмешательства, в том числе эндопротизирование крупных суставов, костно-пластические операции или сложнейшие операции в локализации заброшенных пространств, опухоли, малого таза. Поставленная задача – это улучшить лекарственное обеспечение, современное медицинское оборудование. После визита главы государства риск повышается обеспечения лекарственными препаратами. Это уже обеспечит и качество лечебного процесса. Во-вторых, риск поднимает настроение нашего пациента и его родителей. Здесь же состоялось видеоселекторное совещание по мерам совершенствования системы онкологической помощи. Звучали глубокие анализы состояния дел. Мы убедились в том, что если мы не решим вопрос обеспечения здоровья человека, будет сложно осуществить все поставленные нами высокие рубежи, планы, реформы Нового Узбекистана. Учитывая, что лечение от тяжелых заболеваний дорогостоящее, 50% стоимости операций будет оплачиваться государством. Принимая во внимание, что направления онкологии и гематологии близки, какие условия мы должны создать в регионах. Я был очень рад, когда увидел отношения детей и родителей к врачам. В эти священные дни, приехав сюда, хочу выразить самоотверженным врачам, всем, кто сидит в студиях, руководителям центров онкологии и радиологии, гематологии, медсестрам, всем главам профильных организаций в регионах отдельную благодарность и желаю здоровья. Мы увеличиваем число научных учреждений в медицинской сфере, уделяем особое внимание развитию специализированных кафедр, даем поручения хакимам, решаем вопросы финансирования. До этой сферы нужно отдельное внимание. Эта область уникальная. Важно создать в ней условия. Самое главное в этой сфере важно развивать науку. Если мы этого не сделаем, столкнемся с дальнейшими проблемами. Число специалистов сокращается. Если этому направлению на протяжении 10 лет мы уделим особое внимание, число специалистов увеличится, повысится профессионализм, расширится знание и достижение науки. А когда будет наука, когда увеличится число конкурентоспособных специалистов, мы достигнем поставленных целей. Если в 2016 году из республиканского бюджета выделялось 8 миллиардов суммов, то сейчас выделяем более 62 миллиардов. Ну и этого мало. Нужно увеличить ассигнования как минимум в два раза. В этой сфере важно развивать и фармакологию. Изучите опыт Кореи, Германии, Японии. Осуществив за последнее время проекта, мы убедились в том, что предстоит сделать в 100 раз больше. Мы начали масштабные реформы в здравоохранении. Кардинально меняем систему оказания первичной медицинской помощи. Нам предстоит повысить качество оказания медуслуг, укрепить материально-техническую базу учреждений. Нужно открыто признать, что проблемой для всех больных, и в этом я лично убедился, являются направления онкологии и гематологии. Беседуя с больными, видя их стремление жить, отражающееся в глазах, становишься готовым ко всему. В мире по смертности онкологические и гематологические заболевания занимают третье место. 55% заболеваний определяются на последней стадии, и шанс сохранить жизнь человека становится очень маленьким. В таких условиях требуются для лечения огромные расходы. Если установить рак молочной железы на начальной стадии, проводя профилактические работы, на лечение уйдет 10 миллионов сумм. Если лечить болезнь четвертой стадии, расходы на лечение составят 600 миллионов суммов. Видно, как важно работать на предупреждение. Мы здоровье сохраним и экономику. Нужно признать, мы не уделяли должного внимания вопросам профилактики. Нет достойных условий для детей, матерей. Мы их должны создать, к примеру, для обучения. Ведь многие дети находятся на лечении в течение года. Почему мы не открываем в таких больницах 2-3 класса, не создаем условий для проведения уроков посредством видеоконференц-связи? Учитывая все это, для кардинального изменения качества, оказываемой онкологической и гематологической помощи, я дал поручение подготовить специальное постановление президента. Пока не выйдет данный документ, в регионах будет принято отдельное решение. Главгосударство уверен, важно создать мобильные бригады для раннего выявления заболеваний и проведения профилактических осмотров людей из группы риска. Для этого в каждый регион будут доставлены мобильные маммографы и позитронно-эмиссионные томографы. А еще созданы лаборатории для раннего выявления рака и проводиться тесты на онкомаркеры. Второй ключевой вопрос, по мнению президента, это улучшение качества лечения. Для этого поставлена задача отремонтировать местные онкологические и гематологические больницы, оснастить их современным оборудованием и привлечь квалифицированных специалистов. Обсужден вопрос обеспечения протезами пациентов, у которых конечности были ампутированы в результате заболевания. Главы регионов врачи высказали в эти минуты предложение по совершенствованию лечения онкологических и гематологических заболеваний на местах. Не откладывая озвученные поручения в долгий ящик, глава государства едет на место строительства нового будущего здания медицинского центра онкологии и радиологии. Дано указание по использованию при проектировании и строительстве южнокорейского опыта. А после открытия нового адреса важно еще шире внедрять конкурентные преимущества телемедицины. В виде селекторного совещания по всей республике в нашем онкологическом центре президент предложил построить новый онкологический центр. Почему такое предложение поступило от главы государства? Потому что когда он увидел ситуацию, когда он увидел здания, на которых находятся больные, он убедился, что здания уже изношены, канализационная, вентиляционная система уже в плохом состоянии, они очень плохо функционируют. Поэтому было предложено построить новый современный онкологический научный центр. Предложено поехать совместно с представителями Министерства здравоохранения в Республику Корея, выбрать хороший современный, отвечающий последним требованиям современной медицины, проекты постройки нового онкологического центра. И этот центр предложено в скорейшем времени начать строительство и к сентябрю, к празднику независимости в 2022 году сдать онкологам. Территория около 5 гектаров, будет построено 5 зданий. Все они будут оснащены современной телемедициной, компьютеризацией, которую требует наша современная медицина, будут оснащены самыми современнейшими аппаратурами, как линейный ускоритель, позиторно-эмиссионная томография, мониторезонансная томография, компьютерная томография. Кроме того, хирургические отделения будут оснащены современным лапароскопическим хирургическим оборудованием. То есть в последующем открытые операции будут производиться на наших центрах не более чем 5-10% больных, до 90% больных будут проводиться такими мини-инвазивными методами. Планируется также оснастить в нашу клинику ангиографические аппаратуры. То есть эти аппаратуры, которые позволяют интервенционной хирургии, называются без разрезов, выполнять хирургические операции без разрезов и лекарственные введения. Тем самым больного полностью избавляться от онкологических заболеваний. Комфортная, благополучная, полная надежда жизнь формируется в махалях. Потому столько внимания к их развитию. И ни для кого не секрет, что раньше во многих из них копилось много проблем. Проблем, которые долгие годы не решались. Последние годы стали временем коренного переформатирования данной сферы. В столице, к примеру, на благоустройство каждой по инициативе глава государства будет направлено под 2 миллиарда сумм. Как меняется их жизнь, и на этот раз интересовался президент. Очередная локация – Учтепинский район, сход граждан Тепокургон. И встречи по данному адресу были искренними, наполненными особым человеческим теплом. Спросил глава государства у детей, как их настроение. Нравится ли им новый облик родной махалии. Те со своей непосредственностью признавались, а раньше было хуже. Президент поздравил юных Учтепинцев с праздником. Пожелал, чтобы они росли здоровыми, знающими. Чтобы ни одной свободной минуты не проводили без книг. Чтобы в будущем выросли преданными своей стране, нужными специалистами. Попросил президент от его имени поздравить с праздником всех родных. Да, глава государства в своем послании Оли Маджрису отметил важность реализации реформ, организуя работу в разрезе махалии. К ней приступили повсеместно. Перед ответственными лицами поставлена задача предельно ясная – изучать ситуацию, изыскивать точки роста и задействовать их прежде всего в махалях. По такому же принципу был благоустроен этот сход. На данной территории расположено 30 многоэтажных домов. Проживают 6150 человек. Имеется два дошкольных образовательных учреждений на 100 мест и одна – специализированная школа-интернат. Обустроены детские игровые площадки. Созданы условия для занятий спортом. Я, конечно, благодарна нашему президенту. Я вчера видела его, мне прямо слезы радости были у меня на глазах. Большое спасибо. Счастья ему, здоровья ему. Было плохо. Поменяли двери нам, сделали асфальт, дороги. Мы в радости. Здесь просто то, что делается, прямо глаза радуются. Просто приятно. Хочется сказать всем спасибо, кто здесь трудится, кто что сделал, какой свой липт унес. Всем очень большое спасибо. Дай ему здоровья. Просто столько мы жили, а столько ничего такого не видели. Честно говоря. Это впервые, да? Да, это впервые. Вообще и в других местах тоже так. Я просто радуюсь. Мне 82 года. Но такого еще не видно. Очень большую проделанную работу. Все так хорошо сделали. Везде зелень, аккуратно. Дороги, детские площадки, все время. Даже спортивные тренажеры. Никогда здесь не было такого. Теперь для детей все уже сделано. Дом покрасили, побелили. Это же вообще прям прекрасно. Спасибо нашему государству. Так очень хорошо заботиться о нас. Раньше даже сюда и знакомых, гостей было стыдно пригласить. Потому что такой грязь, бардак был. А сейчас все так чистенько, аккуратненько. Наша душа радуется. Это гордость наша. Без внимания в этот день не остается ни одна деталь. Молодежь и женщины Махали работают в 40 субъектах малого бизнеса. Недавно здесь были построены еще одни производственные мощности. Типография Евро-Азия Принт. В которой создано более 60 рабочих мест. Президент Шавкат Мерзиёев ознакомился с работой этого предприятия. Здесь же прошла презентация планов развития и увеличения рабочих мест в серии услуг в городе Ташкенте. Искренний конструктивный диалог с представителями СМИ. Ознакомился президент и с деятельностью Центра обучения иностранным языкам. Ведь в наши дни для всестороннего развития молодежи это так важно. А уже в разговоре с жителями Махали представители старшего поколения говорили о том, что с чувством благодарности держали пост в месяц Рамадан. Молились за мир и процветание в нашей стране. Именно это чувство благодарности, уверен президент. Понимание того, что честным трудом приходит и достаток необходимо донести до нашего народа, молодежи. Вы и сами убедились в этом на примере своей Махали. Как видите, все возможно, если постараться. И еще одна цитата. Самая прочная основа для таких преобразований – мир и спокойствие в нашей стране. Нам необходимо ценить это. Делать каждую Махалю такой вот красивой и аккуратной. Довольство народу достигается невысокопарными словами. Приехав сегодня в Учтепинский район, я вижу удовлетворенность людей. То, что их жизнь становится благополучней. И от этого набираюсь сил. И готов осуществить очень большие планы по различным направлениям. Мы реализуем проекты по системам Махаля-Бай и Меджоз-Бай. Создаем рабочие места, воспитываем молодежь. Мы открыли железную, женскую, молодежные тетради не просто так. 30 лет мы жили в непростых условиях. А сегодняшнее окружение разве можно сравнить с тем, что было раньше? Достигая подобных целей, мы должны сплотиться. Каждый гражданин, каждый ветеран, каждый молодой человек, если будет стремиться творить благие дела, государство, как у нас, ни у кого не будет. Я в это верю. Но для этого мы должны объединиться, сплотиться. Это наша главная цель. Только представьте, какой будет наша экономика через 10 лет, если темпы развития будут сохраняться. От того, какой будет экономика, зависит будущее наших внуков. Для этого что нужно? Самоотверженность, мужество, самоотдача и, конечно же, мир. Я каждый раз говорю до этого момента, как наши внуки доживут до нашего возраста, нужно заложить основу мира. Всех поставленных рубежей мы обязательно достигнем. Каждый махалем мы выделяем средства, каждый закрепляем банковского работника. Работаем по принципу махаля-бай и миджоз-бай. В основе этого что заложено? Удовлетворенность жизнью людей, стремление, чтобы дети не остались без работы, чтобы читали книги, посещали школы. Давайте изменим качество обучения в школах, повысим качество медицинских услуг, продлим жизнь наших аксакалов. И в этих направлениях мы сегодня действуем. Других планов у нас нет. Одну нужно – труд, а с ним достаток. Ветераны должны быть примером для нашей молодежи. И тогда она своим трудом, самоотдачей, знаниями будет создавать фундамент нашего будущего. Молитвы, вознесенные в дни священного месяца, обязательно станут основой благополучия. Дуа обязательно зачтутся. Я в это верю. И действуя по данному принципу, уверены наши собеседники, предстоит сделать еще очень много. Главное – есть стимул, есть поддержка и уверенность, что все получится. Показатели экономики были бы вдвое выше, если бы все руководители отрасли тянули свою телегу. Вот так вот ярко-образно комментировалась текущая практика на одном из видеоселекторов. Предмет анализа – экономическое развитие за первый квартал. Да, сложные условия пандемии позволяют сделать скидки в процессе работы. К тому же в целом сохраняется экономическая стабильность, но есть большое но. По мнению президента, результаты могут быть куда существенней. Работай, как следует, вертикальная система министерства. А руководителям отрасли хватай инициативности. Классический бич – коррупция. Если со всем этим покончить, считает руководитель страны, все пойдет как надо. Потенциала ведь достаточно. Детально обсуждались вопросы инвестиций и экспорта. Предстоит освоить большие суммы, реализовать многие проекты. А внешние поставки в первые половины года, как ожидается, превысят 5 миллиардов долларов. В центре внимания темы продовольственной безопасности. Активной поддержки субъектов предпринимательства. Обеспечение эффективности и возвратности выделенных кредитных ресурсов. Разберем все более детально. Даже сложные условия пандемии не остановили реализацию многих перспективных проектов, обеспечивающих динамику развития отечественной экономики, представляющих основу многих приоритетов, как формирование инновационной экономики, создание современной промышленности, благоприятного инвестиционного климата, расширение связей с зарубежными партнерами. Все это становится возможным благодаря всесторонней государственной поддержке. К примеру, по итогам первого квартала нынешнего года воловой внутренний продукт страны вырос на 3%. Объем промышленного производства без малого на 4%. Сельского хозяйства более чем на 3%. Доходы государственного бюджета превысили прогноз почти на 2 триллиона сумм. Экспорт в январе-апреле составил 3 миллиарда 200 миллионов долларов. Показатели с учетом сложного времени во всем мире действительно неплохие. Для чего постоянно совершенствуется правовая база, принимаются меры по расширению возможностей, направляются солидные средства. Тем не менее, это не повод для самоуспокоения. Особенно, когда анализ реального положения дел в отдельных отраслях и регионах, мягко говоря, неутешителен. Если бы в этом процессе, требующем прагматичного взгляда, большой ответственности от руководителей всех уровней, инициативности, избежали некоторых ошибок и постарались наиболее полно воспользоваться тем, что имеем, то и результаты были бы соответственно намного выше. Под председательством президента 12 мая состоялось видеоселекторное совещание, посвященное анализу показателей экономического роста в регионах и отраслях за первый квартал и приоритетным задачам на текущий год. Какова макроэкономическая ситуация? Каковы приоритетные задачи обеспечения экономического роста регионов и отрасли в первом полугодии? Кто и за что отвечает? Почему мы акцентируем внимание на этой теме? Данный вопрос должен волновать каждого из нас, и он стоит ребром. Никогда прежде, ни при каких условиях мы не создавали такие возможности. Если устраним коррупцию, если на местах будет работать вертикальная система министерств, какими областей, районов и городов усилят свою ответственность, ответственность заместителей, не было бы необходимости проводить сегодня совещание. Я очень переживаю. Сейчас приведу цифры. Отрасли не тянут свою телегу. Если не тянет, должен уйти. Каждый министр должен сделать вывод на вопрос, какие есть дополнительные возможности, резервы. Прежде всего, он должен сам ответить. Хаким области и руководитель отрасли. Руководитель отрасли и регионов несполна использует созданные возможности. В первом квартале объемы производства в УЗА «Автосануат» снизились на 40%. В Узбекнефтегазе на 4,7%, а в Кожевиной промышленности на 10%. В то время как спрос на лекарства и медицинские изделия в последние годы резко вырос, фармацевтическое производство упало на 22%. Это абсолютно непонятная ситуация. Кроме того, объем производства на 74 крупных предприятиях регионов снизился на 1,1 трлн сумм по сравнению с прошлым годом. Необходимо принять конкретные меры по оживлению деятельности во втором квартале 30 тысяч предприятий, работающих на низких мощностях. В частности, 6 тысяч субъектов предпринимательства в промышленности, 2,5 тысяч в строительстве, в сфере торговли, общепита и услуг, 18 тысяч субъектов предпринимательства. Каждый хаким должен думать о продовольствии. Что будет с трехмесячным резервом? Это мясо, яйца, масло, сахар и так далее. Если не будет трехмесячного резерва, хаким области не имеет права заходить в кабинет. Люди будут недовольны вами всеми. Есть проблемы, требования предпринимателей. Сколько изменений произойдет, если они заработают? Сколько появится рабочих мест? Будет зарплата, налоги. Люди будут довольны. Должна быть дисциплина, порядок, требовательность. Мне не нужны цифры. Мне нужно, чтобы человек был доволен, чтобы он радовался. Мы должны изменить отношение к людям. Все равно, хаким района, руководители четырех секторов, которые организуют работу по системе Махалдабай, по каждому клиенту будут выигрыши. Мы живем в тяжелое время, но давайте сделаем все, что в наших силах, чтобы люди были удовлетворены. Обстановка меняется, конкуренция усиливается. Только путем усиления своей конкурентоспособности, снижения себестоимости, улучшения качества мы сможем занять рынок. Другого пути нет. Экспортировать нелегко. Если обеспечим топливную энергетику, экономика наша будет стабильной. Если мы не поставим на место топливную энергетику, ни одна отрасль не станет развиваться, не сможет быть конкурентоспособной. В настоящее время мы предпринимаем очень большие усилия по развитию ветряной, солнечной, гидроэнергетики. Во-вторых, впервые в истории Узбекистана все подписаны соглашения на основе государственно-частного партнерства. У них нет государственной гарантии. О чем это говорит? Это хорошая новость о том, что крупные инвесторы начали заходить к нам. Если хакимы областей, районов, городов начнут по-новому работать по сегодняшним задачам, результат будет иным. С целью создания нового Узбекистана мы все, крепко затянув пояса, должны научиться работать на результат. Если мы этому не научимся, народ никогда не будет доволен нами. Если не будет экономики, то мы и дальше будем, как раньше, ходить и озвучивать высокобарные слова. Говорить о 8 процентах. 8 процентов не кормили народ и не будут кормить. Мне вовсе не нужны проценты. А все сегодняшние задачи зависят от вас, министров, хакимов. Глубокий анализ выявил самые больные точки, требующие особого подхода к работе. Необходимо путем задействования дополнительных возможностей наверстать упущенное. Время, как говорится, еще терпит, но не ждет. Только точно выверенные и решительные действия могут привести к ожидаемым результатам. На что в конечном итоге и направлены все усилия. Это и деятельность на основе системы Махалабай, поиск дополнительных резервов, адресная работа с промышленными предприятиями и субъектами предпринимательства. В Кашкадаринской области основные показатели выполнены. Но президент, проанализировав глубже состояние дел, показал, что за счет территории можно было полнее задействовать имеющиеся точки роста. К примеру, только в рамках территориальной инвестиционной программы должны были осуществить 266 проектов, 9 из которых, к сожалению, так и остались нереализованными. А это 59 миллиардов суммов и минимум 300 новых рабочих мест. Шесть крупных промышленных предприятий произвели продукции на 146 миллиардов суммов меньше по сравнению с первым кварталом прошлого года. Кроме этого, в области 1084 малых субъектов предпринимательства остановили свою деятельность. Это около 4% от общего их числа. Но за ними самое малое 2000 рабочих мест. И как было подчеркнуто на видеоселекторном совещании, данный вопрос должен быть под постоянным контролем руководителей секторов на местах. Что же касается экспорта, то показатели в этом плане в плоду овощеводстве не были обеспечены и составили лишь 42%. Руководитель страны подробно разъяснил нам механизмы вертикальной работы по интеграции отрасли и территорий. Мы сделали для себя правильные выводы и примем все меры по устранению отставаний пробелов деятельности. Энергоресурсы. Они в основе стабильности и роста экономики. Эта важная составляющая обеспечивает развитие промышленности, бизнеса, покрывая потребности в них населения. Обозначены задачи, которые придется решать во втором квартале этого года. Это производство 9 миллиардов кубометров природного и 165 тысяч тонн жиженного газа, а также 15,5 миллиардов киловатт электроэнергии. Остановитесь, пожалуйста, на механизмах реализации, обозначенных на видеоселекторном совещании задач. Глава государства сказал, что мы должны дальше развивать свою экономику и прогнозные параметры 5,1%. Годовой рост в этом году – это недостаточно для нас. И мы должны найти другие резервы, мы должны найти источники резервы и дальше развивать. И он точно дал всем руководителям регионов и руководителям отраслей четкие указания, что мы должны делать, чтобы достигнуть эти результаты. Например, скажем, если мы хотим расти экономики, в первую очередь нам нужна энергетическая промышленность. Кроме этого, президент остановился другим механизмом, другим отраслям, что они должны дать. В этом году мы должны, например, скажем, трансформировать некоторые государственные предприятия, и мы должны приватировать некоторые. Президент четко указал, что в этом году мы должны реализовать 550 государственных предприятий на сумму 1,5 трлн. И те сектора, которые, например, скажем, Уздум-Маслот или Худут-Гастаминова, где идут медленные темпы трансформации государственных предприятий, президент поручил, что надо ускорить и готовить эти предприятия работать в условиях рыночной экономики. Возможностей во всех отраслях, в том числе электротехнической, кожевенно-обувной, фармацевтической, производстве строительных материалов, предостаточно. Остается лишь грамотно распорядиться ими. По вопросам фармацевтики, по итогам первого квартала у нас было снижение производства лекарственных средств, но исходя из того, что в прошлом году было реализовано несколько эмиссионных проектов, и исходя из того, что в этом году мы планируем реализовать около 25 новых эмиссионных проектов, мы во втором-третьем квартале можем дообеспечить те показатели, которые в первом квартале мы не смогли обеспечить. То есть по итогам 2021 года мы планируем произвести лекарственные средства и медь и зелия более чем на 3 триллиона сумм. Это на 30% больше по сравнению с прошлым годом. Кроме этого, со стороны нашего президента было дано конкретное поручение по увеличению экспорта нашей продукции. У нас на сегодняшний день имеется все возможности и потенциал увеличить наш экспорт. Благодаря тому, что на сегодняшний день для нашей отрасли предоставлено льгот и преференции, у нас появляются дополнительные возможности привлечь новые эмиссионные проекты. Если в прошлом году мы реализовали около 16 новых эмиссионных проектов, только в этом году планируем реализовать 25 новых эмиссионных проектов на сумму более 100 миллионов долларов. Кроме того, со стороны нашего президента было дано конкретное поручение работать над новыми видами продукции с высокой добавленной стоимостью. В связи с этим на сегодняшний день мы прорабатываем новые эмиссионные проекты по производству биотехнологических лекарственных средств, вакцинных против коронавируса. И эти проекты дадут возможность не только обеспечить внутренний рынок нашей республики необходимыми лекарственными средствами, но и дать возможность экспортировать уже продукцию с добавленной стоимостью. Каждый регион располагает своими точками роста. К примеру, считающиеся промышленно развитой Ташкентской области, какие дополнительные источники имеются на сегодняшний день и как они будут задействованы в регионе. Если по итогам первого квартала текущего года произведены промышленные продукции на 16,3 триллиона сумм, то 3,4 триллиона сумм приходится на территориальные предприятия. Президент дал поручение поднять этот показатель во втором квартале года до 6 триллионов сумм. По нашим подсчетам можно довести эту цифру до 6,4 триллионов сумм. У нас более 8 тысяч предприятий. И важно, чтобы они заработали на полную мощность, что обеспечит производство продукции без малого на 4 триллиона сумм. Кроме этого, 333 организации работают при мощностях ниже 30%. Решая их проблемы, можно обеспечить производство с их стороны промышленных товаров более чем на 350 миллиардов сумм. Руководитель страны дал поручение в каждом городе и районе с неразвитой промышленностью реализовать как минимум по 10 проектов. У нас 6 220 остановивших свою работу предприятий. И мы примем меры по восстановлению их деятельности. Работа над новыми перспективными решениями откроет новые возможности по созданию дополнительных рабочих мест, повышению доходов, увеличению поступлений в бюджет. Инвестиции и экспорт. Их взаимосвязь неоспорима. На что во втором квартале этого года будет уделено повышенное внимание. В частности, посредством освоения инвестиционных средств в размере 75 триллионов сумм намечается задействовать новые производственные мощности в рамках 43-х отраслевых и 2,5 тысяч легиональных проектов. Если взять, к примеру, легкую промышленность, то в Осакинском, Гиждуванском, Каганском, Коршинском, Хатарчинском, Кибрайском районах и городе Черчик планируется ввести в строй крупные текстильные предприятия на 220 миллионов долларов. В результате чего постоянными рабочими местами будут обеспечены около 3 тысяч человек. Определен ряд конкретных задач по решению проблем относительно привлечения в область инвестиций, решения вопросов, связанных с кредитами, в частности, их возвратом. Между тем, есть основание в экспорте плода овощной продукции. Это порядка 17 миллионов долларов. Поэтому наметили необходимое мероприятие по устранению этих недостатков в мае-июне этого года. Ведем работу над реализацией 1827 инвестиционных проектов на 23 триллиона 700 миллиардов суммов, что, соответственно, увеличит число рабочих мест, доходы и поступления в бюджет. Президент четко сказал всем руководителям регионов и отраслей, что мы должны спуститься вниз, и мы должны работать в системе Махалабай, Корханабай, и найти резервы, новые драйверы роста. И только строгая дисциплина и ответственность наших руководителей приведет к этим результатам. И чтобы намеченное конкретно перевести в практическую плоскость, нужны соответствующие контроль и ответственность, умение оперативно решать те или иные проблемы, препятствующие ускорению процесса. Если организовать работу как надо, то, по оценкам специалистов, в первой половине года экспорт достигнет 5 миллиардов 200 миллионов долларов. Важно при этом в полной мере воспользоваться системой GSP+, бенефициаром которой является Узбекистан, и увеличить число текстильных предприятий, соответствующих стандартам Оикотекс. С привлечением зарубежных экспертов разработать учебные программы по внедрению международных стандартов и обучить специалистов местных предприятий. Все это расширит географию экспортных поставок, их объемы. Примером тому и деятельность компании на Мангане, которая имеет данный сертификат. Во-первых, себестоимость продукции снизилась на 12%. Повысилась ее конкурентоспособность. В несколько раз повысились объемы производства и реализации. В 2020 году была экспортирована продукция на 3 миллиона евро и уплачена 300 тысяч евро таможенной пошлины. Теперь эти средства экономятся. Продовольственная безопасность. Ей в стране уделяется приоритетное внимание. Принимается целый комплекс мер, чтобы не допустить дефицита в том или ином виде продукции. Если учесть тот факт, что цены на мясо и растительное масло на мировом рынке стабильно растут целый год, становится очевидна необходимость наращивания производства продуктов питания. С этой целью планируется ввести в строй 1000 животноводческих и 277 птицеводческих предприятий. Вырастить овощи, картофель, рис, бахчевые и кормовые культуры более чем на 1 миллионе гектаров основных площадей и на высвобождаемых от других культур землях. Для обеспечения потребностей населения масложировой продукции в этом году намечается заготовить 246 тысяч тонн масличных культур и 86 тысяч тонн масла. На основе данных поручений поставили перед собой приоритетные задачи в производстве пищевой продукции и строительных материалов. В первой декаде мая реализовано 5 проектов. До конца этого месяца планируем осуществить еще 3. Один из самых крупных из них – это организация деятельности общества с ограниченной ответственностью «Блумворэкспортимпорт». Стоимость проекта равна 15,5 миллиардам суммов. Деятельность связана в основном с производством комбинированного корма и масла. Будет создано 20 новых рабочих мест. Одна из актуальных задач в этом плане связана с оказанием экономическим комплексом содействия субъектам предпринимательства, не работающим в полную мощность. В мае-июне предусматривается выделить 1,6 триллиона миллиардов суммов на программы семейного предпринимательства, что позволит создать источники дохода для не менее 30 тысяч человек. Также можно открыть 13 тысяч новых рабочих мест в рамках региональных программ. 5 тысяч – за счет реализации свободных земельных участков. Еще 10 тысяч – по линии фондов занятости, поддержки женщин и молодежи. Если в Новоийской области число субъектов предпринимательства превышает 20 тысяч, то 1106 не ведут свою деятельность. Потому мы должны в первую очередь изучить их проблемы и путем их решения оказать практическую помощь в восстановлении работы. В этом плане мы получили конкретные поручения, в том числе и повышение ответственности предпринимателей. В частности, 338 миллиардов суммов, или 3,6 процента кредитных средств, направляемые субъектом предпринимательства, считаются проблемными. Если в прошлые годы для развития семейного предпринимательства было выделено почти 670 миллиардов суммов банковских суд, то на сегодняшний день вопрос возврата 26 миллиардов 800 миллионов суммов остается открытым. Даны поручения по повышению производственных мощностей, созданию новых рабочих мест, увеличению поступлений в бюджет, взятию под надлежащий контроль исполнения, включенных в инвестиционную программу этого года, более 1600 проектов почти на 42 триллиона 400 миллиардов суммов, в том числе территориальных на 22 триллиона суммов. Среди обозначенных важных задач и расширения торговли полиэтиленом, полипропиленом, поливинилхлоридом, кальцинированной содой и другим сырьем на обирже, оказание дополнительной поддержки мебельной промышленности, что послужит устойчивым развитию местных предприятий, не выдерживает критики, работа по обеспечению эффективности и возвратности выделенных кредитных ресурсов. Причиной тому недостаточное внимание руководителей отраслей, регионов или секторов к вопросам подключения к инфраструктуре предприятий, создаваемых за счет кредитов, поиска рынка сбыта. Необходимо выявить проблемные предприятия, создать им условия для выхода из теневой экономики, предоставлять кредиты адресно и с конкретной целью. Также, учитывая мнение предпринимателей, перед Государственным налоговым комитетом поставлена задача по дальнейшему совершенствованию систем регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость и расчета налогов. Глубокий анализ, на основе которого определены важные задачи, ждущие своего разрешения, говорит о том, что многому еще стоит научиться, переосмыслить, чтобы работали не для отчетности, а на результат. Тем временем, до конца года планируют довести количество предоставляемых госуслуг до 200, а еще провести инвентаризацию всех более чем 700, сократить сроки, снизить стоимость, упростить условия и требования их предоставления. На данный момент только 11% услуг предоставляются в электронном виде, а все остальные остаются неоцифрованным. Данные были представлены президенту Шавкату Мерзиёеву на презентации о работе в этой сфере. Сдвиги, конечно, как звучало, есть. Три года назад создали агентство госуслуг при Миньюсте. И если в самом начале в его перечне было только около 40 пунктов, сегодня уже почти 160. Все эти документальные волокиты становятся меньше, но работы еще много. В мобильном приложении единого портала, например, интерактивных госуслуг, доступно всего 30 видов. Из них интерактивно лишь 11. Не используется широко система электронной идентификации, электронная цифровая подпись. По всем пунктам предстоящей работы президент подошел детально, выделив два главных – удобство и доступность. В настоящее время 22% или 157 видов госуслуг предоставляются через современные центры. За этим, несомненно, кроются большие удобства для людей. Вот факты. Отмена 18 видов разрешений прекратит бумажные гонки, то бишь волокиту для 10-12 миллионов человек в год. Сэкономит 150 миллиардов сумм. Или вот после запуска порядка 10 электронных систем будут сэкономлены 100 тонн бумаги и 1 миллиард 400 миллионов суммов. Это предварительная подсчета. Потенциал совершенствования и оптимизации гораздо выше. Сфера госуслуг вступает в новую фазу. Давайте по порядку. Формирование современной системы началось в 2018 году. С тех пор поменялось многое. Представьте, тогда профильное агентство оказывало 37 госуслуг. Сейчас уже перечень достигает 157. Прошли реформы. Упрощено более 700 услуг. Число необходимых документов сокращено с 221 до 95. Общий срок предоставления услуг с 500 до 271 дня. В регионах построено 145 новых зданий центров госуслуг и 115 филиалов агентства. Полностью оцифровано 60 миллионов бумажных данных в архивах актов гражданского состояния. Таким образом, в настоящее время населению оказывается со средним 57 тысяч госуслуг в день. Это очень удобно для наших граждан. Раньше приходилось выстаивать в очередях. На сегодняшний день сразу при входе в здание нас встречают просторные помещения. А вся необходимая информация выводится на табло. И в порядке электронной очереди оказываются услуги. Примечательно, что здесь уже можно получить около 150 видов услуг. Я предприниматель. Когда открывал свое дело на подготовку необходимых документов, я потратил целый месяц. Сами смотрите, это почти к 150 специалистам нужно было обратиться. Теперь же все эти документы можно получить в одном здании. Отрадно и то, что тратишь всего 20 минут времени. Это большой плюс для всех, кто ценит время. Раньше не все даже знали, куда идти, к кому обратиться и получится ли. Теперь то сумятится в прошлом. Важный аспект и то, что теперь можно регистрироваться в онлайн-режиме. Что экономит еще больше времени. Потом приходишь, а необходимые документы уже готовы. Здесь, во-первых, комфорт, а во-вторых, скорость. Это очень важно. Внедрены цифровые программы, и теперь все предельно понятно. Кому обратиться, с каким вопросом. Очень удобно. Тут даже имеется система, где можно оставить свой отзыв. Довольны ли вы сервисом или нет. Такие инициативы нужно внедрять и в других организациях. Кроме того, много приходит граждан с детьми, для которых организованы детские площадки, книги. Даже если вы проживаете в другом районе, можно без проблем обратиться в Центр государственных услуг и получить необходимые документы. Раньше таких удобств не было. Сколько будет бумажной волокиты, столько же будет и коррупции. Если вся документация будет вестись в электронном формате, коррупция исчезнет. Данный Центр полностью перешел на электронную систему. Не так давно, года 4, может 5 назад, когда речь заходила о госуслугах, сразу перед глазами вставали затяжные очереди, суета, тысяча бумаг. Сегодня картина иная. И речь не только об условиях, созданных по профильным адресам. У вас нынче есть выбор. Пойти в Центр госуслуг, воспользоваться мобильным приложением или веб-сайтом. А еще планомерно все идет к тому, что госуслуги можно будет получить и в почтовых отделениях. С этого года сфера выходит на качественно новый уровень. Использование сервисов, расширение цифровизации, переход на электронную систему – это уменьшит хлопоты, сэкономит время и деньги. Все, что касается перспектив дальнейшего развития, было обсуждено 10 мая. Тогда президент ознакомился с презентацией результативности реформ в сфере государственных услуг. Определены были приоритеты дальнейшего развития сферы и повышения удобства, доступности для населения. Оказание населения услуг со стороны государственных ведомств – одна из основ достижения довольства людей. Теперь мы должны создать научный центр оказания услуг. В каких услугах есть необходимость в районах, махалях. Исходя из потребностей видов услуг, надо сделать акцент на эти виды. Теперь мы должны проводить анализ на научной основе. Какие услуги можно удешевить, какие сделать бесплатно. Самое большое недовольство у людей вызывают красные зоны и медицина. Наступило также время для создания законодательной базы методов оказания услуг. Мы должны найти правильный путь. К примеру, в Дахканабаде, в Чиракчи никто даже не ведает об услугах. Правильно? А ведь это тоже территория Узбекистана, наш народ. В каждой области надо определить по 2-3 сложных района. Кушрабацкий, Нурабацкий, Бандаханский. Взять районы, исходя из опыта предоставления государственных услуг в государственных учреждениях. Что мы сможем сделать в плане изменения методики? В целях дальнейшего развития отрасли к концу года количество услуг, оказываемых через центры, достигнет 200. Проведут инвентаризацию всех 716 государственных услуг. Сократятся сроки, снизятся стоимость, упростятся условия и требования их предоставления. Руководителям страны были поручены ряд задач. Первое направление мы должны изучить, какие имеем недостачи, какие препятствия бюрократические и какие коррупционные элементы. Изучить международный опыт, опыт зарубличных стран, хорошие примеры и какие ошибки на сегодняшний день сфера госуслуг имеет зарубличных. Надо подойти научно, чтобы изучить и вырабатывать национальный опыт, свой национальный продукт в сфере госуслуг. Необходимо расширять количество услуг, которые оказываются в центрах. Первый критерий для внедрения услуги – то, что это необходимо гражданам. Например, загранпаспорт, получение новой ID-карты, оформление автотранспорта, то есть выдача госномера для автомобиля. Многие другие услуги, например, в сфере медицины, в сфере другого лицензирования, они должны проводиться в центрах госуслуг. А у нас на данный момент есть утвержденные планы, где в скором времени будут внедряться свыше 30 услуг. Еще одно важное задание – оцифровка системы. Пора перейти на электронный формат, звучало. Почему? Все просто. К примеру, оцифрованы были 60 миллионов бумажных данных в архивах актов гражданского состояния. Следом, 660 тысяч обращений граждан были решены быстро, без личного посещения центра. По итогу, сэкономлено не менее 8 миллиардов сумм. Мы приступили к созданию современной, надежной системы электронного правительства с целью экономии времени и средств граждан. В частности, для устранения ненужных бюрократических барьеров и коррупции при оказании государственных услуг. Со стороны министерства разработан единый интерактивный портал государственных услуг Республики Узбекистан, который в настоящее время предоставляет более 250 электронных услуг. Мы провели идентификацию личности посредством единой платформы идентификации. К данной системе подключено уже более 60 государственных сервисов и нет надобности вводить разные пароли. Здесь отображается топ-услуг для физических лиц. Получение электронной цифровой подписи, замена паспорта на ID-карту, устройство ребенка в детский сад, проверка очереди в детский сад и так далее. Для нас очень важно, чтобы услуга была простой, понятной и доступной. У каждой услуги можно ознакомиться с понятным подробным роликом, где все поля размечены и показывает, как его получать. Но, к сожалению, пока лишь 11% госуслуг предоставляются в электронном виде. Просто не все бумаги и документы переведены в электронный формат. Например, лишь одним из 25 видов государственных услуг Министерства культуры можно воспользоваться в электронном виде. Правоохранительные органы предоставляют 46 видов госуслуг, но только 7 из них онлайн. Медицинские учреждения 21 вид услуг, 5 в электронном виде. Что касается мобильных приложений, которые, как известно, ускоряют развитие любой сферы благодаря своей доступности и охвату, то тут пока тоже не все гладко. Сегодня через мобильное приложение единого портала интерактивных государственных услуг доступно только 35 видов услуг. Лишь 11 из них – интерактивные сервисы. Значит, впереди много работы, чтобы обеспечить больший охват. Но и это не все. В ходе презентации звучало опыт города Карши, опыт Бухары. В чем заключается этот опыт и как он будет распространяться? Новое направление в государственных услугах – непосредственно общение с народом. В городе Карши, в городе Бухаре руководитель страны дал поручение, по которому вся система начала работать, исходя из потребностей граждан. Они начали выходить в махалей, общаться с людьми в домах, в школах. И конкретно, если к цифрам подойти, по опыту Карши пройдено свыше полутора тысяч махалей и 700 школ. Там проведено обучение граждан получения электронных услуг. Для повсеместного внедрения и повсеместного распространения систем электронных услуг между агентством и соответствующими министерствами, то есть министерством дошкольного образования, министерством народного образования и министерством высшего и среднеспециального образования составлен специальный меморандум, согласно которому сейчас проводится обучение в дошкольных образовательных учреждениях, в школах, высших учебных учреждениях. Человек взрослее уже начинает понимать, как тот или иной документ получить, как правильно взаимодействовать с госорганами. Самый больший упор делается на выпускников школ и студентов. Потому что выпускник школы это тот человек, который вступает в взрослую жизнь и ему необходимо будет оформление документов. Ученики это люди, которые могут еще обучаться и могут приносить информацию домой. То есть если мы обучим одного ученика, он придет домой на компьютере, если есть, или на телефоне, покажет своим родным, как это будет получение услуг или своим друзьям. И таким образом обучение одного человека дальше идет на пятерых, на десятерых человек и таким образом электронные госуслуги внедряются в народ. Далее, согласно плану, будут внедрены новые механизмы для большего удобства населения. Было еще одно поручение, чтобы государственные услуги оказывались также на базе почтовых отделений. Расскажите, для чего и как ведется работа? Увеличение количества услуг создает дополнительный нагрузок. И в этой части необходимо использовать ресурсы, которые уже по стране есть. Охват почтовыми отделениями в различных махалях по всей территории республики создает потенциал. И мы должны использовать данный потенциал при дальнейшем развитии всей системы госуслуг. Здесь я прерву нашего собеседника и добавлю, что мировой опыт в этом плане лишь подтверждает правильность направления. К примеру, швейцарский почтовый оператор Свиспост в течение следующих четырех лет планирует сосредоточиться именно на предоставлении государственных услуг в почтовых отделениях. В связи с этим мы планируем до конца текущего года в каждом почтовом отделении оказывать также услуги, как и по оказанию госуслуг, так и по повышению компьютерной грамотности населения, где консультант сможет подробно оказать, каким образом можно будет в дальнейшем получить из дома данную услугу. Со стороны главы государства подчеркнута необходимость повышения степени межведомственной интеграции. Определены меры по совершенствованию работы с электронно-цифровой подписью, развитие мобильного приложения Юпигу, а также внедрение системы скидок для лиц с инвалидностью. Программа развития ООН. Вместе с ней мы начинаем процесс изучения на местах. Избираются специальные районы и города в различных регионах для оптимизации получения услуг, для создания инфраструктуры. Там закупается специальное оборудование, компьютерная техника, международные эксперты изучают получение госуслуг на местах в районе района. А цель какая? Цель понять потребности граждан и создать наиболее комфортную среду для дальнейшего предоставления услуг. Данный опыт будет совмещен и далее распределен на всю территорию республики. Сегодня люди больше не бегают от инстанции к инстанции со стопками бумаг. Это огромный плюс, но цели еще выше. К концу 2021 года поручено увеличить количество услуг, предоставляемых через центры до 200, а в электронном виде до 300. При этом количество сервисов, доступных через мобильное приложение единого портала, будет увеличено до 100. С 1 июня текущего года будет отменен порядок выдачи дубликатов документов. В результате оказания государственных услуг будет иметься QR-код. И по данному QR-коду можно будет неограниченное количество раз скачать данный документ. Гражданин в каждом районе должен получать эффективные и качественные государственные услуги. Конечная цель нашей системы в этом. Таким образом, сектор государственных услуг становится платформой для эффективной работы с гражданами и предпринимателями. Главное, чтобы все было реализовано в срок и грамотно. Работа началась. С обзором событий недели с вами была Тахлил Нома. До встречи через 7 дней. Подведем итоги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин